Надежда Волгина Стопхамка Лава первая. Вита Стой, зараза! Только и успела услышать Вита, когда рванула с газона быстрее ветра. Неслась, как ураган, зная точно, что он пробежит за ней метров пятьдесят, не больше, и она точно уйдет. Бегал он так себе, больше делал вид. Кричал ей в спину, и дура, и идиотка. Да и плевать, от идиота слышит. И в следующий раз поступит так же, только вот нужно свежими стикерами разжиться. Со двора она выбежала на улицу, а потом свернула в соседний двор и остановилась, чтобы перевести дух. Только подумала, что можно больше не убегать, и достаточно отсидеться тут минут пять, как на плечо ее опустилась пудовая рука, а над самым ухом раздался угрожающий голос. Попалась чертовка-вредительница собственности, и тут же развернул ее к себе лицом. Так близко врага Вита видела впервые. Высокий, черноволосый и коротко стриженный, глаза почти черные. Одет не совсем по погоде, в футболку и джинсы, хоть с утра и накрапывал не совсем майский дождь. В общем, можно было бы назвать его красавчиком, если бы Вита до такой степени не презирала его. — Руки убрал? — прошипела она и дернулась. — Ага, сейчас все брошу! — ухмыльнулся он, перехватывая ее поудобнее за предплечье, сжав так, что точно останутся синяки, и потащил за собой. — Сначала ты уберешь следы преступления, а потом я подумаю, отпускать тебя или сдать в полицию. — Помогите! — заорала Вита так, что не только наглец, посмевший догнать ее, испугался, но и сама она от себя такого не ожидала. — Ты чего орешь, как резаная? — выпучил он на нее свои черные буркалы. А крик-то подействовал, и на них обратили внимание. Несмотря на раннее утро, на улицах города уже наблюдалось оживление. Рабочий день, как ни крути! Один из проходящих мимо мужчин развернулся и направился в их сторону. При этом он потирал кулак, явно стремясь применить тот по назначению. — Отпусти! Иначе пожалеешь! — с угрозой проговорила Вита, характерно взглянув на приближающегося качка. На ее призыв о помощи отреагировал внешне внушительный габаритный мужчина. Брюнет проследил за ее взглядом, но даже бровью не повел вновь, ощутимо дернув ее за плечо. — Убери руки, урод! — повысила Вита голос, точно зная, что предполагаемый спаситель ее слышит. Ответить черноволосый не успел. Вопрос прилетел с другой стороны. — Девушка, какие-то проблемы? Качок уже приблизился к ним вплотную. — Все нормально, друг. Сделал попытку успокоить того черноволосый. Мы тут сами разберемся. — Для начала отпусти ее! — набычился спаситель, глядя на брюнета из-под лобья. — Я же сказал! Разберемся! — Руки убрал. В голосе спасителя появилась угроза, а кулаков в поле зрения обозначилось два. Вике даже стало страшновато от грозного вида помощника, и если сначала она хотела снова просить помощи, то теперь скромно и затравленно молчала, лишь во взгляд вкладывая просьбу. Впрочем, это всегда и на всех действовало безотказно. — Ты оглох, что ли? — пошел качок на брюнета. И тот, наконец-то, выпустил ее руку и принял оборонительную стойку. Кажется, сейчас разгорится драка. Кинув напоследок, — Огромное спасибо! Извините, я очень спешу! Вита опять припустила. Теперь уже от этих двоих. Последнее, что успела заметить, — это взметнувшийся в воздух кулак неожиданного защитника. Больше она в их сторону не смотрела, спеша скрыться за углом. Ну а там ее родной двор, подъезд и квартира на втором этаже. И пусть ей немного было стыдно перед брюнетом, но он сам виноват. Не нужно было догонять ее. Теперь получит по заслугам. Осталось надеяться, что не сильно. — А хлеб-то где? — с такими словами встретила ее Света, раскладывая омлет по тарелкам. — И чего ты так дышишь, как будто за тобой гонятся? — Черт! Свет! Я забыла про хлеб! — простонала Вита, буквально падая на табуретку. Что-то она сегодня так устала с утра пораньше, что в пору бы прилечь и отдохнуть. — Ты же за ним спецом отправлялась, — хохотнула подруга, с которой они на пару вот уже год снимали двухкомнатную хрущевку. — Да там этот опять на газоне припарковался, — возмущенно отозвалась Вита. Хорошо, у меня стикер завалялся в сумке. Последний, кстати.